Музыка Хотел было закончить видос Но тут это Такие Вопросики отвечу быстро Да, пользователь Как вы относитесь к бальзаму Болотова Сами употребляете это средство Кто употреблял, отзовитесь пожалуйста Значит я не употреблял Сам не употреблял Поэтому я не могу толком сказать Об этом средстве Что это толковое такое На основании своего опыта А догадки я говорить не хочу И в связи с предыдущим видео О талой воде И голоде И хроническом бронхите Я хочу вам сказать Что все имеет Свою степень воздействия В данном случае Бальзам может оказаться очень Как бы своевременно А в другом случае Он будет бесполезен Малахов Какие каши надо есть Да каши любые Какие они вам нравятся Лично я с утра Ем гречневую кашу И с салом Сейчас холодно Я ем с салом Вот Люблю я еще Эту самую Пшенную кашу Маленькую желтенькую Пшенную кашу С удовольствием ел И мне нравится Сейчас мне нравится Знаете и дальше Какие каши Мне нравится Перловая каша И знаете Вот что касается Опять таки этих каш То изредка Меняя их В различные комбинации То есть ели-еле гречневую кашу Ну как-то надоело Или кончилось Купили вот это вот Пшенную кашу И пшенную кашу Хорошенько развариваете И ешьте Все нормально Отлично Надоело там Или еще что-то Рисовую кашу Я тоже очень люблю Рисовую кашу Чтоб ее знаете Вот Хорошенько распарили Чтоб она стала такая Ну не размазня Знаете Такая Очень распаренная Особенно я люблю Когда туда еще Какой-то мясной соус Добавляется Возможно Это не Так Как бы сказать С позиции Сочетаемости Продуктов И прочее Прочее Но тем не менее Лично мне нравится И она Я считаю Приносит пользу Перловая я сказал Перловая Отлично Другие виды каши Особенно еще Как бы Это не каша Скорее всего Суп Допустим Суп мне нравится Фасолевый Суп гороховый Суп чечевичный Вот когда мы были В Египте Ну это было дело давно И там как раз Подавали Вот такую Чечевичную похлебку Знаете Хорошо разваренная Чечевица Это особенно Для лиц Синдональной Конституции Ветра Вот Ешь И вот И вкус подсказывает Что ты ешь Именно то Что тебе надо То есть Организм За счет вкуса Нам подсказывает Какая пища Нам нужна В какой там Консистенции Там она должна быть То есть Прислушивайтесь К своему Организму Так Сайт Ваш Не работает Ну я Извините Я могу вот снимать И вылаживать Я не могу Ну не обладаю Такими знаниями Чтобы в этом сайте Ковыряться Что-то там делать Если конечно надо Я разберусь Но как-то я Не испытываю В этом потребности Поэтому я тут Даже не вникаю Вот в сайт Есть и есть Что, что, как Ну не работает Значит не работает Много нового знала Люблю орехи Кроме рахиса Понимаю что Не дожевывала Более тщательно Особенно Надо Как бы сказать Внимательно Относиться К орехам Вот есть такая пища Допустим Так картошку съел Как-то она Знаете это Даже не дожеванная Может прийти В то состояние В которое надо А вот что касается Орехов А вот их-то Надо разжевать Разжевать Вот Ну До состояния молочка Если этого не делать То Вроде бы мы их съели Вроде бы чувствуется так И удовлетворили Какой-то вкус А что касается Вот именно Переваривания орехов Нет И для того Чтобы орехи Переваривались Надо их Довольно таки Долго есть Сформировать Нужную микрофлору Нужные механизмы Для их переваривания Ну Не часто мы орехи Эти едим А просто хочется Блям-блям-блям Поели и все Скажите пожалуйста По вашему опыту О чем может говорить Увеличение лейкоцитов в крови Я думаю о том Что идет какое-то воспаление А поставили диагноз Хронический Лимфонейкоз Как с ним бороться Знаете Вот я Примерно сейчас Только вам сказал Что Если увеличено Количество лимфоцитов в крови Это говорит о том На мой взгляд Я могу конечно Там посмотреть Но это время Сейчас Сейчас будем ехать На обед С женой Поэтому не будем Отвлекаться Это говорит о том Что идет какой-то Воспалительный процесс И Вот этот вот Понижать количество Лимфоцитов Просто не зная От чего Они повысились Ну Это какая-то Глупая Вообще-то Затея И И вдобавок Вот вдобавок Ну Я понимаю Что сейчас Модно ходить Сдавать анализы Хотя я бы Постерегся Вас могут там Заразить Просто из-за того Что люди приходили Больные Оставили Надышали Вы пришли В это же помещение Подышали И Я уже не говорю о том Что они несут Свои какие-то проблемы То есть Там Если посмотреть на больницу С точки зрения Или приемный пункт Этых больных С точки зрения Тонких энергий То все будет Темное Черное И вы туда Сами влазите Вот в это вот И Мажетесь Вот это вот Негативной энергией Больной энергией И думаете Вылечиться Пора уже по-другому Посмотреть На все эти больницы Совсем С иных точек зрения Чтобы вы так Примерно понимали Помимо там Микробов там И прочих грибков Поэтому Что вас Беспокоит А не то Что вас обнаружили Я пошел У меня там Обнаружили То-то Что-то То-то И вот Вот это надо Понизить А почему Она повысилась Вот надо что Искать А вы совсем Как-то знаете Через Извините выражение Через задницу Действуете И как с этим Бороться С вот этой Глупостью Бороться Так Когда начинаю Вас смотреть Улыбаюсь Улыбаюсь Ну это хорошо Улыбайтесь Улыбайтесь Большинство И не понимает Они вот Даже по-русски Не могут Толком Написать Что-то Они Еще на слух Понимают Читать не могут Потому что Мне пишут Вот говорят Я выслал книгу Совершенно бесплатно Вот Ну читай Человек Делай А вот мне Послушать А как вот послушать А послушать Я тоже не знаю Как там Хотя я изложил Я же выделил Вот это вот Если вы хотите Стать спонсором И пожалуйста Спонсорская подписка Значит На спонсорской подписке Выкладываются Вот эти книги Лежат Которые Надиктовал Становитесь спонсором За какие-то там Смешные деньги Там Смотрите И слушайте Хотите поддержать канал Тоже Все это Выставил А для того Чтобы пересылать По электронной почте Файл Аудио Который весит Там Определенное количество Этих мегабайт А почта Пропускает Определенное количество А он весит больше И невозможно Переслать И вот Как быть Там Как-то обходить Там Яндекс.Дис Так далее Короче Заморачиваться не хочу Вот есть Что я знаю Что я знаю Могу Вот тут я Сделать Это сделаю Другой Я Не знаю Не понимаю И у меня Другие какие-то задачи Ну вот так вот Как-то Это Это самое Как-то так вот Вот так вот И не иначе Вот так вот Вот так вот